Ивановцы написали диктант Победы. Акция, приуроченная к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, во вторник прошла в десятках регионов страны. Иваново присоединилось к ней впервые. Ивановская область отправила 400 тысяч своих земляков защищать нашу Родину. 130 тысяч не вернулись. 153 Герои Советского Союза. По городу Иваново цифры следующие. 70 тысяч ушли, 27 тысяч не вернулись. Вот, наверное, диктант Победы – это и эстафета поколений, ну и, конечно же, возможность вот таким образом поклониться тем годам. Ну и сделать так, чтобы история никогда не кончалась. Диктант состоит из 20 вопросов с четырьмя вариантами ответа. Участников есть всего 40 минут на то, чтобы ответить. Дальше бланки проверят при помощи компьютера. Результаты будут известны через месяц. Цель диктанта – не столько проверить знания ивановцев, сколько помочь им сохранить эту бесценную память. Этой возможностью воспользовались порядка ста человек. Каждый готовился к диктанту по-своему. Проверить свои знания в первую очередь, сдаю иго. А так же интерес тоже. Посмотреть, как все это происходит. Источников вполне достаточно. Ну, 21 века интернет, там, средств множество. К тому же, сейчас, я думаю, у каждого в семье еще до сих пор живы люди, которые застали этот период, которые могут по своим рассказам, по рассказам своих же родственников, ближних. То есть это достаточно дальний период, но при этом все равно информации достаточно много. Она в открытом доступе для всех, в принципе. Если человеку интересно, то он может ее найти в достаточно большом объеме. Те, у кого в середине рабочего дня не было возможности прийти в областную научную библиотеку, могли ответить на тестовые вопросы в онлайн-режиме в интернете. Самые эрудированные участники акции получат возможность в 2020 году в День Победы побывать на Красной площади и увидеть самый главный парад страны. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.